Подходит к концу приемная кампания 2019 года, вузы и колледжи уже подводят предварительные итоги. Причем, как гласит статистика, количество студентов в учреждениях среднего профессионального образования в Алтайском крае ежегодно увеличивается. При этом у многих абитуриентов эти статы далеко не троечные. С гостями в студии обсудим, почему бывшие школьники вместо вузов выбирают техникумы, а после окончания учебы не идут работать по профессии. В этом нам помогут наши гости. Наталья Дмитриева, начальник отдела профессионального образования Министерства образования Алтайского края. Татьяна Филимонова, ответственный секретарь приемной комиссии Алтайской академии гостеприимства. И Артур Гартман, выпускник одного из барнаульских колледжей. Ну и обсудим первый вопрос. Согласно статистике, на 7% увеличивается количество студентов в колледжах в крае в год. И вот на первый взгляд, действительно ли эта статистика реальна? И действительно ли количество студентов в колледжах возрастает с каждым годом? Ежегодно контрольные цифры приема в учреждения среднего профессионального образования увеличиваются, но не настолько, насколько вот сейчас мы услышали, да, и вами это было озвучено. Дело все в том, что контрольные цифры приема согласуются непосредственно с предприятиями, организациями, работодателями, которые являются социальными партнерами, под заказ которых мы, собственно, осуществляем набор абитуриентов. При этом ежегодно данные цифры еще и меняются с учетом вводимых новых профессий и специальностей в разрезе тех и в ГОСов, которые вот на современном этапе у нас актуализируются, либо вводятся вообще. Но по факту оно же все равно чуть-чуть увеличивается? Каждый год есть какой-то процент роста? Увеличивается, но не скажу, что прям вот на 7%, потому что это порядка, ну, допустим, 250 мест, которые мы можем открыть в следующем году, но к общей численности в этом году это больше 10 тысяч бюджетных мест, на которые мы ждем ребят. Ну, собственно, уже приемная кампания закончена 15 августа, сейчас мы подводим итоги и помимо этого рост может быть еще обусловлен тем, что не все ребята, которые пришли и написали заявление на бюджетные места проходят. Соответственно, профессиональная образовательная организация принимает решение о том, чтобы открыть еще дополнительную группу, но уже на хоздоговорной основе за счет небюджетных средств. Давайте чуть-чуть коротко прям о предварительных результатах приемной кампании, наверное, лучше нам расскажет Татьяна, потому что она непосредственно занимается приемом. Да, действительно, если говорить о росте количества заявлений в приемной кампании и анализируя приемную кампанию нашей Алтайской Академии гостеприимства, можно сказать, что рост есть, но его нельзя назвать стихийным. В этом году в нашу Академию поступило 2314 заявлений, по сравнению с прошлым годом было 1985 заявлений. Можно, скорее всего, отметить рост среднего балла тех абитуриентов, которые к нам приходят. Если анализировать средний балл по всем специальностям, на которые принимают у нас в Академию, то это в среднем 4,4, 4,6 – это средний балл наших абитуриентов. И значительно возрос спрос у абитуриентов на специальности, на профессии, которые входят в топ-50. Это какие, например, три? Поварское, кондитерское дело, технология парикмахерского искусства, гостиничное дело. Ну и, наверное, следует из этого логичный вопрос, да, вот с чем связано то, что ребята, которые хорошо учатся, потому что все-таки есть еще стереотип, что вроде как ребенок, если с учебой не очень справляется, он уходит после 9 класса в колледж. И вообще с чем связано то, что ребята охотно сейчас идут и выбирают колледжи. Но перед тем, как мы обсудим этот вопрос, я предлагаю посмотреть небольшой опрос, который мы провели просто на улице Барнаула и спросили жителей города вообще их версии, почему ребята выбирают колледж. Давайте посмотрим на экран. Возможно, в вузы платное поступление, то есть там, скорее всего, уже оплата получается, на родителей нагрузка возрастает. Может быть, раньше хотят получать образование какое-то уже специальное, пусть не высшее, но специальное, а дальше уже высшее учебное заведение. Я думаю, что из-за недостатка, наверное, профессии, вот таких рабочих профессий, потому что инженеров слишком много, их и в советское время было много, а рабочих профессий явно не хватает. Вы посмотрите на объявления, которые в службе занятости. Ну вот, одна из основных таких версий все-таки была, что родители не хотят платить за высшее образование, им проще отправить ребенка в колледж. Ну и такая противоверсия, да, что дети сами выбирают ту профессию, специальность, которая потом принесет им деньги и работу. Вот ваши какие-то версии, вот, например, Артур, вы как бывший учащийся колледжа, можете как-то порассуждать на эту тему и свои какие-то предположения на этот счет выдвинуть? Я сознательно выбирал колледж, когда поступал, потому что хотелось прицелиться к профессии, к своей будущей и знал, что впоследствии я смогу уже вторым уровнем пойти на высшее образование и параллельно уже получать какие-то практические навыки. И сначала получается в колледже, а дальше практические навыки уже работая по специальности и получая высшее образование. Приятно удивило именно, действительно, то есть я шел с тем же стереотипом, вот, про который вы говорили в колледже, думал, что и, честно сказать, общественное мнение вокруг складывалось с таким стереотипом, зачем ты пошел в колледж? Ты мог прекрасно пойти в ВУЗ, но было принято решение именно пойти в колледж и могу сказать, что точно не пожалел, получил, касаемо специальности своей, я получил очень интересные знания, очень интересные, скажем так, фишки, то есть даже не то, что прописано в основной программе, потому что все преподаватели были тоже практикующими специалистами, которые работали. Ну, понятно, но тогда у меня... Но про такого я уже не встретил. У меня немножко противодействующий вопрос, при этом сохраняется дефицит все-таки рабочих кадров, и ребята, которые заканчивают среднепрофессиональное по практическим профессиям, туда не идут работать. И многие работодатели, вот я поизучала статистику, они испытывают нужду именно в молодых специалистах, среднепрофессиональным образованием, но их нет. Вот как можете вообще порассуждать и объяснить, почему это? Вот то, что касается первичного трудоустройства, надо отметить, что у каждой профессиональной образовательной организации в обязательном порядке одним из показателей качества подготовки выпускников является показатель трудоустройства в первый год обучения. Это является обязательным условием. Ни одна профессиональная образовательная организация Алтайского края не может закончить обучение, не заключив договоры со своими работодателями, социальными партнерами на трудоустройство наших выпускников. Вот отрабатывает, да. Тех факторов, которые, собственно, уже сам работодатель, в свою очередь, может или не может в силу каких-то обстоятельств обеспечить нашему выпускнику. То есть это дело еще и все-таки не только в самом студенте, но и в работодателе, он приходит, какую-то профессию смотрит и выбирает высшее, а потом дальше идет. Безусловно. У нас очень, как бы, после выпуска разнообразная для ребят, как бы, в целом, вот, палитра дальнейшей профессиональной деятельности. Это и говорит о том, что дети многие идут в высшие учебные заведения, продолжат свое образование. И это тоже, кстати, говорит о качестве выпускаемых нами ребят. Но вместе с тем наш показатель уже традиционно держится на отметке 65% по Алтайскому краю, по уровню трудоустройства, что, надо сказать, немножко выше общероссийского уровня. То есть все равно такого острого, прям, острой нехватки кадров нет, я так понимаю. В последнее время, как бы, вот это уже, этот показатель достаточно снивелирован в силу того, что все рабочие учебные программы обязательно согласовываются, начиная с первого курса, непосредственно с предприятиями, для того, чтобы впоследствии, через 3-4 года, выпускник пришел и делал именно то, что от него требует заказчик. И еще будет тогда такой вопрос. Давайте разграничим, да, вот студент, который выбирает профессию и думает, поступить ему в колледж или поступить ему в ВУЗ. Какую он должен понимать разницу между этими учебными заведениями? Наверное, к Татьяне сначала такой вопрос. Вот чем колледж принципиально отличается от ВУЗа и что должен знать студент об этом, прежде чем выбирать, куда поступать? Абитуриент, который приходит поступать в колледж, в академию, он видит в первую очередь разницу, границу высшего учебного заведения и среднего профессионального образования в том, что среднее профессиональное образование дает более практико-ориентированное обучение. Ребята в период своего обучения выходят на производственную практику, участвуют в конкурсах, олимпиадах именно профессионального мастерства, видят, где они могут себя применить и кем они будут при выпуске, обучаясь на определенные специальности или профессии. Правильно я понимаю, что ВУЗ уступает практикой ориентированности, например, мы туда должны поступить, если, например, я хочу стать профессором, то есть заниматься какой-то более научной деятельностью. Правильно я вас поняла или не очень? Но если говорить о теоретической составляющей части образовательного процесса, то скорее всего да. То есть ВУЗ дает больше какой-то научной теории. Артур, вот тогда к вам еще вопрос. Работаете ли вы по специальности, полученной в колледже, либо в университете? Пригодилось ли вам ваше образование? Могу сказать, пригодилось, но род деятельности я сменил, но сменил не из-за качества образования, сменил я его, потому что интересы в жизни в какой-то момент кардинально поменялись, и поэтому пришлось поменять. Но могу сказать, что после колледжа я без труда нашел работу по специальности. Весь период получается обучения в ВУЗе, я учился заочно после колледжа, я работал по специальности, приобретая уже практические знания. Как раз такая и была цель, чтобы по получению высшего образования после колледжа иметь достаточно большой багаж и практических, и теоретических знаний. Но основу колледж дал прекрасную. Спасибо большое. Еще такой вопрос будет, много ли среди поступающих детей, которые не сдали ЕГЭ, либо плохо сдали ОГЭ и пришли в колледж, то есть просто потому, что у них были плохие результаты. Есть ли такой процент учащихся сейчас? Ну, в соответствии с законом об образовании, главным документом, с которым идет абитуриент в нашей приемной комиссии, это является аттестат. Поэтому те дети, которые не сдали ОГЭ, они не могут поступить. Для них предусмотрены этапы пересдачи экзаменов, поэтому в сентябре они обязательно их пересдадут. И если на тот момент есть учреждения, в которых еще не укомплектованы группы, потому что нам закон это позволяет, до 25 ноября эти дети, если есть желание, могут поступить. Да, да. У нас время подходит к концу. Спасибо, что к нам пришли и побыли в дискуссии. Я напомню, что приемная кампания уже подошла к концу, но до конца осени у вас есть еще возможность выбрать учебное заведение и специальность, но, правда, уже на платной основе. Продолжение следует...